А ну прекратили там перекур, мать ваша! Не ехать надо! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, начнем. В ходе спецоперации ликвидирован крупный контрабандист по кличке Танцор. В его машине нашли кейс с сотней тысяч долларов и вот этот вот пригласительный. Я пробил координаты, указанные в пригласительном. Это у нас в столице, угол Троицка и Горького. А что это за олимпия такая? Немецкий преступный синдикат, контролирующий добрую половину теневого бизнеса Европы. Корпорация жутко засекречена. Единственное, что известно, это то, что управляет корпорацией некий Гер Тимман. Но в лицо его никто не видел. Судя по названию, Гер Тимман возомнил себя Зевсом. Все гораздо проще. Олимпия Тимман, его дочь. Молодая, красивая. Ты это у трупов спроси, выловленных в реке Шпрей у Брандербургских ворот. Короче, корпорация уже подчинила себе север и юг, запад и центр Европы. Ну, а понятно, теперь до нас добралась на восток. Какая стратегия у них? Подчиняя себе преступный регион, корпорация выбирает себе смотрящего из числа местных криминальных авторитетов. Какие есть зацепки, кроме пригласительного? Агент, убивший танцора, говорит, что перед смертью тот произнес слово «клинкзор». Мы пока не знаем, что это значит. Ясна, какая рабочая версия. Я думаю, что это пригласительный на сходку местных воров, на котором будет избираться смотрящий Олимпии. Еще один плюс в пользу твоей версии. По данным Интерпола, Герр Тиммон со своими помощниками Гюндером Кёнингом совсем недавно прибыли в нашу страну. Какой план? Задача минимум – остановить развертывание корпораций Олимпия в нашей стране. Задача максимум – добраться до Герра Тиммона. Вы думаете, на эту сходку можно завалиться, как в обычный клубешник? Мол, вот мой приглас, где у вас здесь наливают? Практически так. Танцоров в криминальном мире фейсом не светил, а его ликвидации уголовники пока не знают. Максимум, что о нем слышали, что он носит в левом ухе золотую серьгу, а в юности занимался танцами и повредил мениск. Отсюда и кличка. С хромотой я как-нибудь справлюсь, а вот ухо прокалывать я не дам. Прицепим на клипсе. Славик, подготовь Артему досье о вероятных участниках сходки. И учти, Трофимов, пойдешь на задание без оружия и без связи. Все равно перед входом обыщут. Но не бойся, Ромчик подстрахует. Продолжение следует. Шеф, два щечка на вечеринку. Танцору не заказывали. Трансфер прибыл, танцор выехал. Следую за ними. Трансфер прибыл. Чем дальше, тем страшнее. Продолжаю движение. Трансфер прибыл. 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 Субтитры делал DimaTorzok Артема в его машине, не наблюдаю Плохо, Артем в плену, без оружия и связи Продолжай слежку за водителем Он связан с корпорацией Олимпия Других зацепок нет Принял Твою мать Вечер в хату Мужчина, а что это мы такие кислые Это вечеринка или поминки А сам ты кто? Тамада? Танцор Слыхали? Благодарю Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Тебя я знаю, Аслан, да? Барыжишь с стололами. Вот у вас двоих что-то не припомню. Это Франклин. Оффшоры, обмывка бабла, фальшивая капуста. А этот вертлявый Квитницкий. Вавилон в центре города, знаешь? Там его девочки работают. Красиво. Игровая сеть Фортуна Икс тоже его. В Вавилоне не был. А вот в Фортуне Икс не одну сотню баксов оставил. Такого-то кого, мои кровные. Какими судьбами вас сюда занесло? Да будь моя воля, я б лучше в СИЗО чалился. На шконке вшивая, а не здесь сидел. Что да, то да. Чёртова Олимпия. А эти немцы вежливо предлагают тебе сотрудничество. Только я передачу бизнеса на управление чужакам не считаю сотрудничеством. А их поборы. 50% годовых. Меня так ещё никто не нагибал. Меня тоже. Короче, танцор. Послали мы этих мудаков куда подальше и началось. Мусора так не прессуют, как эти цивилизованные европейцы. Я бы хер сюда приехал, если бы мою жену в заложники не взяли. Выкрали их из-за салона. А потом этот пригласительный прислали. А на меня, короче, своего этого хакера прислали этого по кличке Клинкзор. Да, гад. Взломал мой комп. Такой компромат получил, что передай моим друзьям, моим врагам мне хана. Мне тоже от этого Клинкзора досталось. Заморозил, падла, все мои валютные счета за бугром. А у тебя-то что? Попал по-крупному. Все дырки на границе закрыли. Остался должен и поставщикам, и заказчикам. Ничего не понимаю. Что значит эти две маски в углу? Причем, заметь, одна женская, хорошенькая, вторая мужская. Э-э, уродливая. Европейский феминизм. Вот что значит. Ну, Олимпия, это ведь европейская корпорация. А в Европе сейчас женщины держат мужиков за яйца. Софи. Ох. Не, ну если серьезно. Я серьезно. Если серьезно, Славик, я тебе плачу за твои мозги. И не должен вместо тебя разгадывать загадки. Кстати, о зарплатах. Я буду у себя. Надо вам ведомости подписать. Если что, кликните меня. Хорошо. Маски эти странные. Клингозор какой-то. Да уж, вопросов больше, чем ответов. Ну, правда. Слышь, Халдей, мы сюда не бухать приехали, когда босс появится. Извините, я простой бармен. Мне ничего не известно. Легенда о крысобое или крысином волке. Чего-чего? Сейчас. Понятно. Старая байка. Моряки придумали способ борьбы с крысами. Поймать десяток. Запереть их в ящике без еды. А затем ту крысу, которая сожрала всех остальных, выпустить в трюм. Дескать, крыса уже. Кроме крысятину ничего жрать не будет. И зачистит весь корабль. Господа, не желаете коньяку? Слышишь это, Ганс? Тут дураков нет. Может, ты перенхлнешь? С удовольствием. Превосходный напиток. Признаться, пока ждал сбора гостей, не удержался. И продегустировал. Рекомендую. Ну что, мужики, по одной. Говори, Неделин. Тут дохлый номер, шеф. Водила ходит по магазинам, купил пару носков и перчатки. Больше никакой активности. Продолжай наблюдение. Только что говорил с Романом, он застрял в торговом центре с фальшивым водителем. Так, может быть, пускай он потрясет этого любителя шопинга? Схватим мелкую рыбу, спугнем крупную. А наша цель руководящая верхушка Олимпии. Славик, может, хватит играть в Шерлока Холмса. Отложи луку. Лучше попробуй взломать имейл, указанный в пригласительном этого танцора. Может, там имеется информация о том, куда отвезли Артема. Есть. Я сейчас Анне Рейстархне отнесу зарплатные ведомости и вернусь. Ну что, каков план действий? Это моя авторская разработка. Генератор паролей. Программа сама все сделает. Нам осталось только подождать. Коньячок-то неплохой. Только я не понимаю, чего сидим, кого ждем. А мне вот тоже интересно. Долго они нас тут еще мариновать собираются? Что за черт? Эй, мужик! походу, помер. Я не эксперт, но похоже на действия, яна. Они потравить нас решили, как таракана, валим отсюда! заперли, как крыс в чертовом ящике! Пойду пожарные выходы проверю. Танцор! Что? А что это ты без трости, как спринтер, начал бегать? А? От страха мениск вылечился? Насколько я понимаю, нам предлагают включить магнитов. итак, двери заблокированы, стекла пули непробиваемые, связи нет. Короче, пожарные выходы перекрыты, стекла и двери, как в банке. Шансов нет! Подожди. С вами говорит корпорация Олимпия. Вы все отравлены. Смерть наступит через час. Антидот лежит в сейфе. Сейф, как и входные двери, откроются, как только три электронных браслета из четырех перестанут передавать данные жизнедеятельности своих владельцев. Оружие вы найдете в черных сумках этажом выше, как и в случае с крысобоем из книжки. Среди вас двуноких крыс остаться должен только один. Выживший станет смотрящим корпорацией Олимпия в этой стране. Время пошло. Но мы же не будем на самом деле играть в их игры. Ухват! Стой! Славик, ну ты гений. Слушай, а можно с помощью этой проги взломать почту одного моего бывшего? Мне очень интересно, с кем он сейчас переписывается. Нет, конечно. Это вообще противозакон. Он такой нудный, ну правда. Ну тебе сложно что ли взять, взломать и... Блин, не понял, что это было? Мне реально два знака осталось подобрать! Так, тихо, подожди. Это что сейчас вообще произошло? А вот это уже совсем плохо? Я, честно говоря, понять не могу. Это нас сфотографировал кто-то? вот ты кто такой? Это то слово, которое последним перед смертью сказал танцор. это как? Э, почему свет отключили? Заходил Канни Аристарховне, она говорит, оплатила счет за электроэнергию на полгода вперед. В чем дело? Мы подверглись хакерской атаке. Ну, так а... а свет тут при чем? Я пытался взломать имейл Олимпии, но их хакер как-то вышел на нас и взломал в ответ. Кстати, вот это его имя, Клинкзор, это его никнейм. Он каким-то образом залез в центральную систему нашего энергоснабжения и отключил свет. И мы сейчас на аварийке, но ее надолго не хватит. Сколько нужно времени, чтобы все исправить? Точно сказать не могу. Два-три дня. Что? Каких два-три дня? Артем неизвестно где. Счет идет на минуты. Чем вы вообще здесь занимаетесь? Вы хоть почту успели взломать? Почти. Почти не считается. Все исправить сейчас тут немедленно. Ну как немедленно, как? Электричества нет. Подстанция взломана, компьютеры не работают. Как? С помощью лупы. Не знаю как. Давай, Слава, работай. Все исправить. Что? Подожди. У нас же есть планшет. Где он? Он же был отключен, поэтому не взломан. Нам нужен интернет. Вай-фай. Здесь недалеко за углом кафешка. Давай быстро. Давай. Вай-фай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА